Вы на канале улицы Москвы, уже вечереет, и мы находимся возле станции метро Бунинской аллеи, конечной Бутовской линии легкого метро. Ну и мы сейчас с другой стороны относительно станции метро, то есть нигде оживленная Бунинская аллея и автобусная остановка, а там, где река Корюшка, интересное название, образует Черневские пруды. Это живописная часть района Южной Бутово. Застройка здесь представлена в основном низкоэтажными домами. Ну, не совсем, конечно, но такие вот до 10 этажей прямо. Ну и сейчас мы прогуляемся, прогуляемся у Черневских прудов. Здесь также проходит Черневская улица, она пешеходная. И мы с вами встречались на этой улице, но чуть туда дальше, то есть уже за Бутовской линией. Там, где улица Кадырова проходит, мы там тоже гуляли. Ну а сейчас прогуляемся близ метро Бунинская аллея и... Ну, соответственно, следующая станция в сторону центра улицы Горчакова. Южная Бутова вошла в состав Москвы в средине 80-х годов и задумывалась как эко-район, расположенный за Московской кольцевой автомобильной дорогой. В 2009 году сюда было проложено метро. Задумывалось как легкое, по упрощенной технологии. Ну, технически оно, конечно, соответствует обычному метрополитену, за исключением длины платформ. Они здесь на три вагона поездов Русич. А обычно платформы располагаются на пять вагонов. Ну и уже иногда, конечно, Бутовская линия с трудом справляется с пассажиропотоком в час пик. Так, это у нас Нижний Черневский пруд. Тут интересное сооружение в виде пирсов. Ну, вечером тоже интересно погулять. Хотя вот тут не упаду, надеюсь. Чтобы покачиваться они немножечко. Вообще здесь, да, здесь красивая часть Южного Бутова. Южный Бутовов очень контрастный район. Один из самых больших, как и по площади, так и по населению. Среди районов старой Москвы. Включают в себя и частный сектор, и высотную застройку. Ну и такую застройку средней этажности. Включают в себя различные также локации. Как возле Бутовской линии метро. Так и с другой стороны, ближе к МЦД, а также за Варшавским шоссе. Присоединенные районы, где мы тоже там были. Брусилово, Савицкого я имею в виду. Там и так называемые микрорайоны Щербинки. Ну, недалеко также находится аэропорт Астафи. Вот самолетик летит. Сейчас немножко, может, конечно, размазано это все получится. Но вечером, вечером тоже есть свой шарм. В вечерних прогулках, безусловно. А здесь также обратите внимание на локальное благоустройство. Южную Буту оно тоже стороной не обошло. Там вот в той стороне проходит улица. Так и называется Южно-Бутовская. Южно-Бутовская. Продолжение следует... Продолжение следует... А здесь совсем небольшие расстояния между станциями. Здесь их четыре на территории района. Но это для тех, кто не знает. Понятное дело, что москвичи прекрасно знают схему своего метро. Так вот, тут располагаются станции улицы Скобелевской, бульвар Адмирал Ушакова, улица Горчакова и Бунинская аллея, от которой мы сейчас идем. Называется парк Южная Бутова. Ну вот, дошли до верхнего Черниевского пруда. Здесь вот нижний и верхний Черниевский пруды разделяет дамба. Такая вот... Ну вот, тоже все благоустроено. Пирсы тоже вон там видим. Поехал поезд метро в направлении станции улицы Горчакова. Подсветочка у нас эстакады высота 10 метров. Помимо станции Бутовской линии, четырех, которые я перечислил, у нас еще станции Воробьевы горы есть, которые находятся над землей. Не на земле, а именно над землей. Двигаемся дальше вдоль верхнего Черниевского пруда. Двигаемся дальше вдоль верхнего Черниевского пруда. Не знаю, что там по качеству, конечно, будет. Много где такие дорожки, возвышающиеся над уровнем земли. Видели, строилась такая тоже близ реки Чертановка. Также мы встречали в парке долгие пруды. Ну там вообще одни болота, можно сказать. Там уже необходимость есть в таких дорожках эко-тропа или как в Серебряном Бару есть они тоже. Но тут, да, с этой стороны очень такая застройка малоэтажная. Я думаю, красивые виды тут с окон верхних этажей. Сколько тут? Четыре или пять там их. Так, ну пойдем к станции улицы Горчакова. А ну вот еще обратите внимание, здесь есть остров на верхнем Черниевском пруду. Может полуостров. Утятки молодые, подростки. Там рождественская церковь еще, видать, если прямо по центру кадра посмотреть, купола. Ну, на той стороне от монорельса. Хотел сказать монорельса. Ну да. С земли есть что-то общее, конечно. На той стороне от линии метрополитена там более высотная застройка сосредоточена. Чем здесь. Там есть еще дальше Гавриковские пруды, которые будут на той стороне за улицей Горчакова. Ну, мы, наверное, скоро будем нашу прогулочку завершать уже. Здесь уже темнеет, тем более. Вот здесь еще интересное пространство тоже. Четкость уже, четкость уже с трудом ловится. Ну, вот уже дошли практически до следующей станции. Здесь недалеко между ними. Здесь расположилась также межрегиональная ярмарка у метро улицы Горчакова. Ну, здесь небольшой пассажиропоток. Вот на этой, именно на этой станции, наверное, самый маленький. Среди вот этих четырех станций Южного Бутова. выход будет туда дальше вон. Ну, мало. Все-таки здесь меньше общественного транспорта гораздо. И это не конечная станция. Это интересные тоже такие сооружения. А, нет, это не межрегиональная ярмарка. Я еще тут. Это какой-то парк развлечений. Назначение этих вот замков всех. Выход. Вот станция находится вверху. Ну, выход с другой стороны к улице Горчакова. Один выход. Ну, как правило, да, по одному выходу. Я тут немножко спутал, обозвал этой ярмаркой. Она находится немножко в другой стороне. Ну, думаю, ругать сильно не будете. Тоже такая тут интересная архитектура. Вот этого всего дела. Ну, вот вы у метро сейчас. Отправился поезд в сторону центра. Так, подошли к выходу из метро, а также к улице, к самой улице Горчакова. Такая у нас была вечерняя прогулочка по району Южная Бутова и близ двух последних станций Бутовской линии метро. Если поста понравилась прогулка, ставьте лайк и смотрите наш канал улицы Москвы. Уже темные навигационные сумерки. Вот выход. Отправился. 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 Продолжение следует...